Два слова о своем предприятии. 25 лет исполнилось. Растеневодство, животноводство наш профиль. Земли 4000 гектар, из них 800 гектар пастбищ. Земля выкуплена в собственности. Вот на протяжении 25 лет занимаемся животноводством. Что многие не делают, допускают огромную ошибку. Предприятие прекрасно себя чувствует. На плаву. Сегодня все жалуются. Мы в этом году обновили свой технический парк. 5 кировцев, 5 зеттеров, не считая прицепную технику. На предприятии горячее бесплатное питание. Душевые кабины. Все как положено. Основная прибыль идет животноводство. Сегодня очень низкая цена на зерновые культуры. Поэтому мы занимаемся, помимо растеневодства, закупкой бычков в живом весе от 150 кг до 300. Они все находятся на пастбищи. Бычок, который достиг 350 кг, он автоматически становится на площадку, на усиленное питание. В течение месяца приучается к вольному потреблению комбикорма. И через месяц он кушает сколько-сколько может скушать. Через 7 месяцев он идет на забой. Что нам дает этот бычок? Чистая прибыль небольшая. 1015 остается с бычка. Но он съедает полторы тонны нашего зерна, которое мы производим. Тонна зерна у нас получается 25 тысяч. На рынке сегодня зерно сколько? 12 рублей. Вот в чем сущность и в чем красота этого процесса. Доводим бычка до 500-600 кг. Договор заключаем с мясокомбинатом Развильный. Наш материал идет на детское питание. Тоже договор специально на это питание детское. Наше мясо идет евреям на питание. Полтушки передка только не покупают. И то только то мясо кошерное, которое проходит проверку. То бишь, ливер опускается в бочонок, накачивается воздухом. Если ливер пропускает, идут бульбы, значит тушка негодна. Она не получала кислород. Если ливер не пропускает воздуха, значит передок они забирают. По хорошей цене. Что еще? Что еще? Значит приобрели мы простой мини комбикорм. Производство. Производство. Новгород, кажется, если не ошибаюсь. На 4000 тонн в час. Нас это устраивает. Измельчение отличное. 40% своей пшеницы. 30% своего ячменя. Все свое. 30% кукурузы. 15% шрот. Ну и естественно добавки. Вот это наш комбикорм. В ветеринарной службе заключен у нас договор. Они полностью на контроле держат наши поголовья. Все прививки выполняют. Какие там ящери, сибирская язва и так далее. Они отвечают за все прививки и за здоровье животных. Анализ крови. Собственно вкратце все. Экономический эффект могу вам озвучить. Если он вам интересен. Конечно. Покупка бычка 50 тысяч. Полторы тонны комбикорма. То на сено, то на соломы. Чистой прибыли из бычка остается 12 тысяч. И зерно наше получается от 24 до 25 тысяч рублей за тонну. Отлично. Отлично. Спасибо за внимание. Отлично. Алексей Вячеславович, скажите, детское питание и кошерное мясо. Какая доля идет на эти продукты у вас? Какая доля принимается как кошерное и как детское питание? Ну, наше мясо практически процентов 75, наверное. 75. 25 процентов не проходит по здоровью. Какие цены? Насколько выгоднее продавать как детское питание мясо бычка? Ну, цена в пределах. Цена хорошая на говядину. Говядины недостаточно. Можно сказать, больше ее практически нет. Питаются города Сочи, Москва, Ленинград. Это считается деликатес, потому что высокая цена. 400 рублей закупочная цена у нас. Если на переработку более, на какие-то там продукты, кошерные или детское питание, 410. А, 10 рублей разница, да? А, 10 рублей плюсом. Ну, это совсем немного. Для нас достаточно. Если на одной голове немного, а если на 3 тысячи голову умножить, получается довольно неплохо. А можете разделить, до какого возраста от корма на спазбище? И вы назвали 7 месяцев от корма интенсивного, да? Может быть, 5, может быть, 6, может быть, и 7. Все зависит от породы. Ага. А можете сказать, по каким породам? Конечно, конечно, на корме интенсивного ангус дает 2 килограмма превеса. Это прекрасный превес. Круто. Калмыцкая порода, она прекрасна по своему состоянию пастбищному, но при вес ее минимален, 800 грамм. Геррифорд 1,8 килограмма превеса. Поэтому вот эти... У вас все три породы присутствуют? У нас присутствует пород 10, наверное. Ага. Все, что найдем, все забираем. Потому что недостаточно бычка. Поэтому я министру и сказал, что меры принимать надо и ускорять все это. Мы скоро останемся без говядины. Некого над корм будут ставить. Вы сказали уже в ходе предварительного разговора о том, что будете расширять, тем не менее, расширять состав по голове, количество скота с нынешних 1200 голов до 3000. Нет, я думаю, до пяти. А? До пяти. Даже до пяти. Я не хочу зерно дарить кому-то по 12 рублей. Оно дорого стоит. И уже структуру... Надо увеличить по голове, все зерно пропускать через говядину. Сливки должны оставаться нам. Логично. И уже структуру посевных площадей вы пересмотрели? Безусловно, да. В этом году уже посеяно многолетние травы 300 гектаров. Люцерка посеяна. Суданка. Суданка в сторону уменьшения пшеницы. Пшеницу на сколько азимую вы сократили? Сегодня на 400 гектар. И будете сокращать и дальше? Да. До тех пор, пока не будет цена достойная. Интересно. Но затраты на помещение для мясного скота минимальные, да? Правильно? Совершенно верно. Абсолютно простые. По себестоимости доступные каждому. В деревнях сейчас это подняли у нас, допустим, в Ростовской области, в основном восток. Там это стало бизнесом. Обычные такие навесы, буквой П, облегченные. Вольеры, ну где-то 100 на 100 метров. 150 голов может ставить и отквармливать. Друзья, вопросы Алексея Вячеславовича по мясу. Что с телятами это делается? Кто где должен выращивать этих телят? Телят? Ну вот я был в Штатах, в Техасе был. Там экономика построена очень правильно, грамотные люди. Каждый штат занимается своим делом. Вот и я бы мог предложить России, каждому региону заниматься своим делом. Там, где прекрасно растет пшеница и получают краснодарцы 100-120 центнеров, пожалуйста, пусть работают. А калмыкия должна скот пасти. И там должны гурта ходить. Гурты в Техас мы приехали, поставили там изгорать и загоняли 3000 голов скота, загоняли вертолетом и на мотоциклах. Они дикие, их никто не трогает, они сами там размножаются. Вот и у нас Калмыкия, Астрахань, пожалуйста, Волгоград, там ничего не растет. Там должны стада ходить, весь восток Ростовской области. Мясной пояс, что есть у нас? Да. Возвождать крем-репродукты именно мясные? Да это вообще больной вопрос. Вопрос, почему они там не ходят? Видимо, если они поставят цену, берем на такую... Видимо, создать экономические условия надо кое-кому. Да? Менделею что говорилось, когда нельзя торговать сырьем, надо торговать продуктами. Пшеницу нельзя загружать за границу, надо мукой, макаронами торговать, спиртом. Мы продолжаем торговать. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok